Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с вами посмотрим на новую модификацию для 60 секунд. Помните, я брал картинку, картинку, как его, Дмитрия, Дмитрия, в общем, Димана я ставил на картинку, ну, на превьюшку, и не знал, что действительно есть такая модификация, именно, которая позволит нам играть в русском, чисто русском бункере СССРовских времен. Вот, то есть тут Ленин, дрова, топор, что здесь делают дрова? Я, ну, видимо, а, ну да, печечку топить, чтобы не было так холодно у нас, твою мать, всё-таки, не Майами там, вода, консервы, Наташа, аптечка, Оля и Костя. Вот, нас четверо, а, к сожалению, модификация сделана только на 1%, то есть, ничего практически нет, ну, как бы вот такие вот наработки, будут добавлять всякие различные квесты, пока, ну, будем ждать, будем ждать, а пока посмотрим. Тут пару деньков вроде как есть. Итак, мы вам рассказывали, что происходило на протяжении трёх минут назад. Так вот, после сумасшедшей тряски всё наконец-то сихло. На столе мы нашли всего три вещи. Открывашку консервов, дневник для записи и записочка от правительства. Наслаждайтесь, правительство. Да, не очень по-приятельски давать нам для выживания столько, однако спасибо и на этом, кстати. Догадались, какому из дневников мы пишем? Дима в порядке, Наташа в порядке, Костя в порядке, Оля в порядке. То есть, видите, как бы практически одно и то же всё, но чёрт, тушёнка, блин. Так, ага, нельзя, нельзя так нажимать, можно просто... Понял, понял, только пока по одному, вот здесь вот. Время раздать припасы, ну, пока никто. О, Костя, забавный малый, целый день расспрашивал нас о том, что произошло и почему мы должны находиться в этом сыром и неуютном убежище. Кажется, наш сынок ещё недостаточно вошёл в курс дела. Нас это немного смутило, пожалуй, стоит ему рассказать. Или нет, или... Да, чёрт! Кто бы мог подумать, что делать выбор, это так сложно. Ну, конечно, давайте расскажем, почему нет. Нет, тут ничего такой нет. Такого нет. Порой нас часто охватывает порыв просто наплевать на всё, на войну, на бункер и особенно на этот ужасный запах, доносящий из вентиляции. Нам просто хочется побежать куда-нибудь в неизвестном направлении, куда-нибудь подальше. Звучит глупо, это и дураку понятно, но жизнь в четырёх стенах, по-вашему, не глупее? Нет, ну, блин, знаете, я хочу сохранить жизнь, если я просижу, допустим, ну, там... Костя! Костя, что с тобой сходит с у... Костя, ты сходишь с ума! У меня слюна какая-то потекла. У меня, знаете, тоже иногда течёт слюна, но, знаете, когда спишь, вот, ну, бывает такое, что открываешь рот, слюна капает, а на утро... Вы нюхали слюну на утро, когда она на подушке? Это как будто насрал, не знаю, самый-самый вонючий в мире бомж у тебя на постели, на подушке твоей. А, ну и да, простите, ребят, кто кушал, приятного аппетита вам. Хм... Простите. Ну, в общем, если не нюхали, понюхайте. Странно, мы всего лишь поведали Косте грустную историю о том, что в городе случился огромный бабах. По вине этих проклятых, проклятых синих. Хм... То есть красный есть, а есть синий. Про клятых синих. И теперь всего его друзья либо сгорели заживо, либо превратились в ужасных мутантов. Ох уж эта хрупкая детская психика. Костя сошёл с ума. И все хотят пить. Так, ну, так как нельзя нажимать на... сразу вот так вот, ну, как бы... Но на самом деле идея просто крутая. Я смотрю и просто офигеваю. Клёвая модификация. А так, кстати, не написано то, что они хотят пить. То есть пока это не сделано. В этот день с нами приключилось много всего интересного. К примеру, сегодня свист погас ровно на минуту. А нет, погодите, кто-то из пустоши кажется стучится к нам в бункер. Не хотим показать наивным, но может быть это те самые военные? Но выбор за нами, открывать или нет. Давайте откроем, черт, давайте откроем. Хорошие новости. После нескольких продолжительных попыток разжечь костер в нашей печке нам наконец-то удалось избавиться от посторонних запахов. Ну, бывает. Ошибки в этом помещении. Теперь все, что мы можем учуять своим носом, это дым. Много дыма, мы уже начали буквально захыхаться в нем. Боже, однако спустя время дым расселся, да. Будем поосторожнее в следующий раз. На ошибках учиться, как говорится. Это знаете, вот, ну, у нас есть баня. Вот с отцом и так же, так же. Я, блин, ну я фуфил. Я постоянно разжигаю костер, у меня дыма до хрена. Отец делает, и у него нет дыма. А у меня вот дофига. Как бы, ну, в бане именно. И это ужасно. Так, ну хорошо. Давайте посмотрим, кто это. День третий. День третий. Так. Что-то много, много радиации, ребят. Непонятно почему. Набравшись смелости, мы мужественно побрели к двери. Ну. И затем открыли ее, конечно. И что вы думаете? Никого. О, эх, напрасно мы встали со своих комфортных кресел-раскладушек. Сидя на них, мы просто теряешься во времени и пространстве, тупо уставившись в одну точку. Просто невероятный факт. Да, кстати, знаете, чисто русские такие, которые... Ну, в общем, на охоту или на рыбалку дядя постоянно вот такие вот брал штуки и... Капец, короче. Блин. Это круто. Честно, это просто офигенно. Так. Оля в порядке. Все голодны, кроме... Черт, Оля. Оля. Черт. Да. Блин, ну... Ну, естественно. Как нет-то, а? Дима голоден, Наташа голодна, Костя голоден. Оля в порядке. Ну, да. Что-то там захомячило, видно сразу. Так, давайте их накормим потихонечку. Хотели бесплатный совет? Пытаясь заснуть, сидя всегда, принимайте наиудобнейшую позу для сна из всех возможных. Дело в том, что не зная этого, вы будете горхотаться на пол со своего сиденья. Будь будя всех остальных. В любом случае, не повторяйте наших ошибок. Слышите? Да уж, в такие моменты по-настоящему начинаешь ценить кровать. Такой мягкий и удобный предмет мебели. Кровать. Если ты нас слышишь, знай что, мы скучаем по тебе. Не тебе игр, не телевизор, а одно только молчание. Нет, так не может продолжаться, сказали себе мы. Чем бы нам увлекательным заняться? Мы с жадностью начали поедать буквально глазами вещи, которые так небрежно позакидывали в убежище. Погодите-ка, фонарик, он у нас есть? Конечно же, у нас его нет. Если бы хотя бы, знаете, телевизор был бы и там видеомагнитофон, ну хоть что-нибудь. Чёрт, ну фиг там, фиг. Так, Костя сходит с ума, и видите... Ну, блин, жалко, что тут заметки не показаны, так бы хотя бы круто было бы. Есть фонарик! Нет фонарика! Так, да какая разница, у нас есть дела поважнее. Да-да, вы не ослышались, у нас есть много идей. Чем бы таким заняться? Просто мы пока вам не скажем, чем именно. И вот Оля голодна. Так, так-так, я привык, видите, проглядывать, но это тут не нужно. Хорошо, что мы взяли с собой как много древесины. Так много древесины. Что? Хотите спросить, зачем нам она нужна? Хм... Причем много. Одна из них гласит, что дровишки нам необходимы для отопления бункера. Также в нашем убежище есть печка, которая своим теплом спасает нас от того, чтобы не замёрзнуть насмерть. Мы часто покладываю... Кот, урель, мяфка. Ну ладно. Мы часто подкладываем в печку немного дров, однако это наши личные дела, и мы не будем информировать вас об этом. Но на придёт время вы сами всё увидите. Вот так вот. Хотя я вначале сам вам говорил, что, конечно, у нас холодно, и печка обязательно нужна. В общем, ну окей, нам просто разжевали. Изо всех последних сил мы стараемся придумать, чем бы себя занять. Настольные игры, точно. Ах да, мы же ни одно из них с собой не взяли. Надеемся, что в другой раз нам повезёт больше. Понимая, что однажды нас спасут от заточения в этом проклятом убежище, мы напоминаем... Наполняемся решимостью. И вот это вот вроде отсылка к Undertale. Такой же вот... Ха-ха-ха. Цветочек. Смотрите-ка. Конец. Так быстро? Блин, я думал хотя бы деньков там... Двадцать и... Спасибо вам огромное, что поиграли в демонстрационную версию нашей игры. Мы очень это ценим. А как вы думаете, у игры есть шанс на продолжение? Что ж, в любом случае, спасибо, что поиграли. По всем вопросам, предложаем группу или по почте. Хорошо. Дима хочет пить. Наташа хочет пить. Оля голодна. Оля хочет пить. И... Непонятно, зачем вообще, раз уже конец. Ну ладно, давайте их напоим, накормим. Так. Как вы знаете, в конце прохождения вам дается шанс посмотреть статистику вашего выживания. Но мы пойдем по другому пути. Покажем статистику создания этой игры. Вот и она. Начнем разработку 15 июля. Релиз стрелян на YouTube 5 марта. Финальное наложение стихов в поиск. Игра в Физиан 22 мая 2016. Релиз игры 25 мая 2016. Твою мать. Они чуть-чуть опоздали. Подумаешь, 2017 год, ну... Окей. Окей, ладно. Нашли ошибку в игре. Ну что же, за недоразумение. Позвольте тогда нам разобраться в этой проблеме. Пожалуйста, свяжитесь с нами по почте. Указано... Может, пару страничек назад? И, разумеется, перед вами сейчас черновой вариант игры. Поэтому не судите нас строго. Еще много упорной и крохотливой работы нас ждет впереди. Кропотливой. Но мы не унываем и вам не советуем. И вот так вот она закрывается. Блин, офигенная игра! Ну, блин, неужели она не будет разрабатываться? Так, а сейчас, секунду, ребят. Давайте еще раз ее запустим. Потому что... Потому что мне говорили, что пару раз надо поиграть, чтобы посмотреть. То есть, зима-версия, еще некоторые другие различные варианты есть. Поэтому давайте посмотрим еще раз. Да, смотрите, смотрите. Сейчас у нас сделай сам книга. Сделай сам. Ты жирный лентяй. Ты жирный лентяй. Еще радио у нас появилось. Офигеть. То есть, что-то новенькое. Так, это было. Костя в порядке. Этот день был прекрасен. Как вдруг что-то зашуршало под столом. Неужели это Костя раздумывает о побеге? Нет, он держал в руках что-то странное. Очень странное. Это было похоже на уран. Или что-то подобное. Однако Костя убеждал нас, что эта вещь безопасна. И беспокоиться не стоит. Оставить ли нам эту вещь гнить на руках у нашего мальца? Или же просто ее выкинуть? Кажется, мы знаем, как поступим. Да, конечно, мы оставим ее, господи. Почему бы и нет? Сегодня мы проснулись в крайне плохом расположении духа. И... О, черт возьми! От кого это так мерзко пахнет? Погодите, да это же от нас! Проехали в любом случае. Если так будет продолжаться, то мы и дня не протянем. Нужно что-то придумать с гигиеном и как можно быстрее. Блин, это здорово. День второй. Так. А... Костя. Костя заболел. Какой-то ветрянкой болеет. Подумаешь, палочка чего-то... Мы уж были... Подумали оставить эту штуковину. Как вдруг, как только мы отлетись, Костя проглотил ее. Мы очень за него испугались. Теперь Костя заболевший ребенок. Надеемся, аптечка ему поможет. А у нас... У нас есть? У нас нет аптечки. К несчастью, Костя заболел. Если бы взглядом можно было убить, то... Тогда нас бы уже не существовало. Или же все-таки Наташа так расстроена, что сверлит взглядом Димину шапку. Мир полон загадок. И у нас, видите, нет аптечки. Блин, в предыдущей... В предыдущей игре у меня же была аптечка. Давайте сразу их напоим, накормим, потому что... Очевидно, скучно. Абсолютно ничего жутковато. Правда, интересно. Кто-нибудь еще кроме нас выжил? Ну, кто-нибудь из людей глянуть бы глазком на это боевой народец. Желательно на безопасном расстоянии. Так, это мы уже читали. То есть, это уже повторяется. Про дым. Блин, у нас аптечки нет. Капец, и нельзя их, знаете, выгулить, погулять, как бы, чтобы найти там аптечку. Оля открыто намекает. Нам есть что нужно. Нравится вдыхать свежий аромат. Тушенки по утрам. Если честно, нас всех уже от нее в дрожь бросает. Нет. Мы не про Олю. Мы про тушенку, естественно. Да, неловко вышло. Так, и все, в принципе, в порядке. Так. Про ме... Блин, у нас опять фонарика нет. Так, мы, наверное, еще один разочек переиграем, чтобы у нас была аптечка и фонарик. Да. Надеюсь, получится так. Потому что, видите, каждый раз рандомно получается. У нас даже топора нет. Есть фонарик? Нет. Так, Дима в порядке. И, в принципе, нормально. Это мы уже тоже читали. Undertale. Отсылочка, так сказать. И вот сейчас конец. Да. То есть, даже не успевает Костя умереть. Хотя у нее красный глазик слегка покраснел. Так, окей. И вот статистика. Релиз игры 25. Ну, это, конечно, жалко. То есть, это именно релиз игры, а не, как вы могли подумать, демоверсии. Вот. То есть, демоверсия как раз вышла намного раньше. Жалко, обидно. Так, у нас есть фонарик и противогаз и аптечка. Да, да. У нас даже противогаз есть, смотрите. Здорово. Так. Спасены. Ура! Мы же пошли с одними новыми гибели. Ну, что теперь? Сидеть здесь на протяжении дней, недель, месяцев, десятилетий? Ну, спасибо на том, что не были сварены вкрутую. Нас четвертят. Знаете, что это значит? Правильно, что с нами все в порядке. Пока что. Так, хорошо. Однако Кость убеждает, что эта вещь безопасна. Она, наверное... Кажется, как мы поступим. Давайте ее выкинем. То есть, как бы... Или его вылечить. Давайте, давайте, давайте. Пофигу. Так, выгодные торговые сделки. У нас есть аптечка, мы его вылечим. Так что все нормально. Да, он сейчас заболел по-любому. Да, он заболел. Так. Окей. Это мы уже читали. Давайте всех накормим, напоим. Не, игра просто офигенная. На самом деле... Ну, я очень надеюсь, что... Разрабы продолжают. Продолжают ее делать. Потому что в группе ВК официальной говорится, что... Один процент только всего лишь сделано. Вот так вот. Так, Оля открыто намекает, да, неловко вышло. Так, это мы читали. То есть, видите, повторение. Пошел. И вот, фонарик. Давайте посмотрим, что же получилось. День четвертый. Так, фонарик не испорчен. Это великолепно. Мухи-мухи. И да, какое счастье, что есть. Было довольно весело светить им туда-сюда. Так как нельзя предугадать, когда отключится свет в бункере. Что за досады? В конце концов, от скуки мы просто залезли под стол. И там нам все-таки удалось поиграть в театр теней. И продолжать это относительно недолго. Почему, спросите вы? Да потому что у нас слишком кривые руки. Чтобы сделать ими хотя бы одну нормальную тень. Увы, день прошел абсолютно пустой. А как же вот так вот? Блин. Нет, вот так. Вот так вот, да. Нормально у меня получается собачка? Во-во-во! У тебя идеальная собака, ребята! Господи, чем я занимаюсь? Окей, Дима хочет пить. Да, Дима! Я тебя накормлю, напою! Не переживай! Так, и про древесину, и еще раз это... В общем, ничего не изменилось. Они просто как бы поиграли и так далее. Ну ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось, как и мне. Потому что я действительно жду эту игрушку. Надеюсь, разрабы продолжат ее. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья!